Как вести себя во время тренировки? Во время тренировки нельзя покидать строй и передвигаться между рядами без разрешения инструктора. Нельзя проходить между инструктором и первым рядом учеников. Если у вас во время тренировки возникла необходимость выйти из зала, поднимите руку. Инструктор обратит на вас внимание. С разрешения инструктора пройдите позади ряда, в котором вы находитесь, к ближайшему выходу. Находясь в дозе, обращайтесь к своему инструктору только как Сихан Сенсей Сенпай. Нельзя в дозе во время тренировки разговаривать, смеяться, ругаться. Надо быть сдержанным. Не садитесь без команды инструктора. Когда будет необходимо, инструктор даст команду Ясумэ, расслабиться. И вы сможете сесть в позицию Сейза или Анзе. Нельзя снимать никакую часть доги в кимоно во время тренировки, пока инструктор не разрешит. Чтобы поправить доги или перевязать пояс, поверните спиной к инструктору, находящемуся впереди или к партнеру. Если вы работаете в паре. Учитесь уважать пояс, как символ своих достижений в тренировках. После тренировки необходимо высушить пояс, но не стирать его. Внимательно слушайте указания инструктора. Помните, что инструктор не будет от вас требовать ничего сверх меры. На тренировке вы должны работать с полной отдачей, максимально концентрируя свое внимание на заданиях инструктора. Относитесь к инструктору так, как хотели бы вы, чтобы он относился к вам. Дисциплина и послушание в ДОДЗе во время тренировки позволяет полноценно получать знания, ускорять процесс обучения, развивать доверие между инструктором и учеником. Если вы не можете тренироваться в полном объеме, имея травму или недуг, скажите об этом инструктору. И если он разрешит, можете в конце зала, делая упражнения, не в полную силу принять участие в тренировке. Когда вы не сможете тренироваться даже в более легкой форме, но хотели бы поприсутствовать на трибуне, спросите разрешение инструктора. Не приглашайте для кумитей бойцов более высокой степени. Однако не отказывайтесь, если вас пригласил боец высокой степени. Проявите уважение, проявите в поединке все свои навыки, помня об уважении к старшим. Знайте, что опытный партнер рассчитывает силу своих ударов с учетом вашей квалификации. Примечание. Если нанесенный удар привел к сбою дыхания и паузе в кумите, следует с возгласом «Осу» поклониться сопернику, и тот, кто нанес удар, не должен проявлять победных возгласов, жестов и т.д. Поединок должен быть продолжен, как только вы будете к этому готовы. После тренировки инструктор может для уборки додзи привлечь младших учеников или в качестве наказания опоздавших на тренировку. Ос!